Здравствуйте! Меня зовут Даша Андреева, и я художник. Но сегодня я хочу вам рассказать 20 минут о вакцинации. Дело в том, что грамм в том, что я художник, я интересуюсь разными вещами, например биологией, а еще у меня есть маленький ребенок. И до того, как он у меня появился, я думала, что прививки — это очень вредно, потому что у меня были друзья, которые говорили мне, прививки — это очень вредно. И я просто приняла их убеждение, не пытаясь их проверить. Никогда так не делайте. Но я думаю, что я не попаду за это в научный ад, потому что я раскаялась и сегодня читаю эту лекцию. И так, к счастью, поскольку из-за того, что мой ребенок родился, и я стала разбираться в этом вопросе, я могу вам сегодня об этом рассказать. Хочу подчеркнуть, что я сегодня буду говорить только об общем механизме того, как работает наш иммунитет и как работают вакцины. Я очень вас прошу по любым индивидуальным вопросам консультироваться со специальным врачом, с врачом-иммунологом. А теперь, собственно, переходим к лекции. Для начала я хочу в общих чертах рассказать о том, как работает наша иммунная система. Одна из главных задач нашей иммунной системы — это защищать наш организм от чужеродных агентов, в первую очередь вирусов и бактерий, которые вызывают у нас разные заболевания. Для этого в нашей иммунной системе есть такие клетки, которые умеют убивать другие клетки, собственно, вирусы и бактерии. Однако есть такая проблема, что иммунная система должна как-то понимать, чужая перед ней клетка или своя. Потому что если бы она этого не понимала, она бы просто убивала здоровые клетки нашего организма. И так иногда бывает, что она ломается и так делает. Это называется аутоиммунные заболевания, но о них мы сегодня не будем говорить. Итак, поговорим о том, как наша иммунная система узнает, что перед ней враг. Дело в том, что у всех микроорганизмов на поверхности есть специальные белковые или полисахаридные комплексы, которые называются антигенами. Эти штучки уникальны. Что про них важно знать? Во-первых, они уникальны для вида. То есть у каждого вида бактерий, у каждого вида вируса свой собственный уникальный для них антиген. Иногда они совпадают у двух близких видов, но это редкая ситуация. В основном, в среднем, они уникальны для них. Запомните это, это очень важно. А у клеточек нашей иммунной системы есть рецепторы, которые соединяются с этими антигенами. Итак, клетки нашей иммунной системы понимают, что перед ними враг, потому что у клеток нашего организма, у наших симбиотических бактерий, этих именно антигенов нет. Наша иммунная система традиционно считается, что она состоит из двух подсистем. Неспецифической иммунной системы и специфической иммунной системы. К неспецифической иммунной системе относятся такие клеточки, как фагоциты и как дендритные клетки. Дендритные клетки не имеют никакого вообще отношения к дендритам у нейронов. Это совсем другие клетки, просто название похожее. Что делают фагоциты? Фагоциты — это такая клетка, такие клетки на самом деле несколько разных видов клеток, но я буду сегодня о них говорить как о большой группе, которые умеют распознавать вирусы и бактерии с помощью своих рецепторов, которые распознают антигены на их поверхности, и охватывать их, и потом расщеплять внутри себя. Этот процесс называется фагоцитоз. Если вы помните, в школе как амеба что-то захватывала и кушала, то то, как фагоцит поедает бактерию или вирус, выглядит точно так же. Однако этот процесс, фагоцитоз, достаточно медленный. 9 минут фагоцит ест одну бактериальную клетку. И кроме того, фагоциты не всегда хорошо распознают врага, которые проник в наш организм. Не всегда делают это достаточно быстро. Поэтому кроме неоспецифического иммунитета у нас возник специфический иммунитет, который защищает нас лучше. Это своего рода спецназ нашего организма. Он так просто не включается, но если включается, то действует на полную мощность. Специфическая иммунная система состоит из таких клеток, как лимфоциты. Их есть несколько видов. Я сегодня буду говорить о трех видах лимфоцитов. Это B-лимфоциты, T-хелперы и T-киллеры. T-хелперы — это такие лимфоциты, которые умеют давать команды другим лимфоцитам. T-киллеры — это такие лимфоциты, которые умеют убивать врага, прямо из названия очевидно. А B-лимфоциты умеют вырабатывать специальные вещества, которые называются антитела. Антитела — это такие вещества, которые умеют присоединяться к антигенам. Видите, это картинки из Википедии, у антител есть такие как будто пазлик, и у антигенов есть какая-то форма, они соединяются. Для каждого антигена существует специфическое антитело. И антитела, когда они присоединяются к клеткам врага, это, во-первых, как-то им препятствует, во-вторых, это помогает клеткам нашего иммунитета лучше, быстрее, качественнее их распознавать и быстрее убивать. Однако вся эта система не включается сама по себе. Чтобы наши лимфоциты начали что-то делать, нужно, чтобы либо дендритные клетки, либо фагоциты дали им сигнал, сказали им, парни, пора, тревога, в наш организм проник захватчик, давайте, включайтесь. Этот процесс называется презентация антигена. Давайте разберемся, как это происходит. Вот это наш организм, и, предположим, в него проник какой-то мерзкий, гадкий возбудитель, который вызывает у нас зеленые сопли и страшную температуру, и мы две недели лежим, еще, может быть, рвоту вызывает. И начинает бешено делиться и мешать нам жить, выделять нам токсины в кровь. Что при этом происходит? Дендритная клетка и дендритные клетки, и фагоциты при столкновении с возбудителем его поглощают, расщепляют внутри себя и показывают на своей поверхности его антиген. Вот так вот. Б-лимфоцит тоже поглощает возбудителя, тоже расщепляет его и тоже на своей поверхности показывает его антиген, а еще он готовится синтезировать антитела, специфические для этого антигена. Готовится, но не синтезирует. Что дальше происходит? Дальше наша дендритная клеточка или наш фагоцит направляются к Т-хелперу, показывают ему этот кусочек антигена и активируют его. Т-хелпер тоже показывает на своей поверхности кусочек антигена. Что делает Т-хелпер? Т-хелпер дает две команды. Во-первых, он говорит Б-лимфоциту, чувак, это точно враги, пора, давай. И Б-лимфоцит начинает синтезировать антитела, которые присоединяются к антигенам, помогают фагоцитам лучше распознавать врага и так далее. А во-вторых, Т-хелпер идет к Т-киллерам. Т-киллеры – это очень-очень особенные лимфоциты. В чем их особенность? В том, что если у фагоцитов и у дендритных клеток на поверхности универсальные рецепторы, которые распознают практически все антигены, скажем так, много разных антигенов, то у Т-киллера, у каждой клеточки Т-киллера есть свой уникальный рецептор, который настроен только на один единственный антиген. То есть каждый конкретный Т-киллер может убивать только одну единственную бактерию или один единственный вид вирусов. Именно такие, к чьим антигенам подходят их рецепторы, как пазлики. Представьте себе пазл, да, кусочки все похожи, но на самом деле собираются только два, те, которые на самом деле подходят друг к другу. Также и антигены бактерий с рецепторами Т-киллеров. На самом деле только какой-то один конкретный Т-киллер подходит к этому антигену. В нашем организме существует десятки миллионов этих Т-киллеров, которые находятся в состоянии покоя и ждут, пока что-нибудь случится и они понадобятся. И когда Т-хелпер активирует Т-киллер, Т-киллер начинает делиться, очень быстро делится, направляется к возбудителю и устраивает там войну, всех их убивает. И мы выздоравливаем. Однако есть проблема. Проблема в том, что весь вот этот вот процесс попадает в возбудитель, дендритная клетка его расщепляет, показывает на поверхности фрагмент антигена, занимает какое-то время, в среднем несколько дней, 3-4 дня. И некоторые возбудители за это время успевают причинить нашему организму серьезный вред. Так что, например, он становится ослаблен, и мы заболеваем следующим заболеванием, или наносит какой-то вред нервной системе и так далее. И поэтому некоторые болезни не проходят сами собой, и мы вынуждены их лечить, от них даже можно умереть. И если бы все было только так, то наша жизнь была бы довольно грустной и довольно короткой. Однако, к счастью, наша специфическая иммунная система, наши лимфоциты, кроме всех их замечательных свойств, обладают еще и памятью. Что происходит? Если у нас в первый раз мы встречаемся с каким-то возбудителем, с которым мы еще никогда не сталкивались, то сначала наша неспецифическая иммунная система на него реагирует, она говорит специфической иммунной системе, чуваки, это точно враг, мочите его. И после того, как контакт лимфоцитов с врагом произошел, формируются так называемые клетки памяти. Клетки памяти — это такие лимфоциты, бета-лимфоциты, которые настроены на определенный антиген. Они уже запомнили этого врага, и в следующий раз, когда они с ним сталкиваются, они реагируют на него сразу, не дожидаясь подтверждения от клеток неспецифического иммунитета. И время на то, чтобы все это произошло, презентация антигена, оно не тратится. Клетки памяти реагируют сразу, практически сразу. И мы либо болеем меньше, в слабой форме, либо мы не заболеваем вообще, просто не замечаем, что что-то произошло. Но на самом деле это довольно часто происходит. И именно на этой идее, именно на этом механизме памяти и основана вакцинация. Именно это то, что позволяет нам вакцинироваться. Некоторые люди думают, что вакцина — это какое-то типа лекарство, которое ты пьёшь до того, как ты заболел. Это не так. Вакцина — это способ познакомить нашу иммунную систему с мёртвым или ослабленным врагом, так, чтобы мы не заболели, но у нас образовались клеточки памяти, и когда в следующий раз мы с ним встретимся, они активировались, и мы не заболели. Знаете, как кошка учится котят охотиться на мышей? Кошка, мама, приносит своему котёнку мёртвую мышку, он там с ней играется, учится, и потом таким образом он может потом ловить живых мышей. И котёнок сам ловит мышей. Точно так же устроена вакцинация. Мы вводим в организм мёртвую бактерию либо ослабленную бактерию, которая не может нам причинить серьёзного вреда, либо, собственно, сами антигены иногда вводятся в некоторых вакцинах. У нас срабатывает неспецифический иммунитет, происходят все эти дела, расщепляют эту мёртвую бактерию или просто забирают себе антиген, активируют лимфоциты, образуются клетки памяти. И в тот раз, когда мы контактируем уже не с мёртвой бактерией в вакцине или с мёртвым вирусом, а с живым возбудителем, у нас уже есть клетки памяти, и мы не болеем. Замечательно. Именно то, чего мы и хотели. Иногда вакцины вызывают то, что называется побочными эффектами. Эти побочные эффекты делятся на две группы условно. Во-первых, живые вакцины, то есть такие, в которых возбудитель не мёртв, а только ослаблен, могут у людей с пониженным иммунитетом вызывать слабую форму заболевания. Появляется там сыпь, например, от вакцины КПК, может появляться. А во-вторых, иногда иммунитет включается слишком сильно, и тогда появляется температура, может быть, озноб, аллергическая реакция в тяжёлых случаях. Многие люди думают, что побочные эффекты – это более вероятная и более неприятная вещь, чем заболевание. Но на самом деле это не так. К сожалению, у нас сегодня всего 15 минут, я не буду говорить о всех вакцинах. Расскажу на примере одной конкретной вакцины. Вакцины КПК – это трёхкомпонентная вакцина, которая вакцинирует от кори, краснухи и паратита. Я буду говорить про корь. Корь – это такое гадкое вирусное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Оно очень заразное. Примерно 99% людей, которые находились в одном помещении с человеком больным кори, тоже заболевают. У него очень высокая контагиозность. Вирус коря атакует непосредственно иммунную систему, и поэтому корь часто приводит к тяжёлым бактериальным осложнениям – бронхитам, пневмониям, гепатитам, энцефалитам даже. Итак, если вам не повезло, вы непривитый, и вы заболели корью, то в 100% случаев у вас будет цепь, температура, и вам будет очень плохо, и потребуется лечение. И в 100% случаев, болея корью, вы заразны и опасны для окружающих, и вам приходится соблюдать карантин и сидеть дома. В 30% случаев корь требует лечения в стационаре. Протекает настолько тяжело, что приходится ложиться в больницу. И, наконец, смертность от кори в развитых странах составляет примерно 3 человека из 1000, то есть 0,3%. Теперь поговорим о вакцине КПК. Вакцина КПК в 10% случаев вызывает цепь и температуру, слабую форму заболевания у 10% людей, у одного из 10 человек. При этом такая цепь и температура никогда ни для кого не опасна и не заразна. Даже если вы сделали вакцину КПК, и у вас пошла реакция, у вас есть цепь и температура, вы можете везде ходить, везде гулять, вы никого не заразите. Примерно в одном случае из 3000 в 0,03% развивается высокая температура с судорогами, требующая лечения в стационаре. Реакции, представляющие собой какую-либо угрозу для жизни, случаются реже, чем в одном случае на миллион, это очень редко, очень редко. Случаев смерти от вакцины КПК не зафиксировано. Таким образом, мы видим, что опасность от вакцины, голубая на графике представлена, намного ниже, чем опасность от заболевания. От вакцины, как минимум, вы точно не умрете, чего не скажешь от кори, и точно никого не заразите, кто может умереть, чего о коре тоже не скажешь. И, в целом, самое худшее, что с вами может случиться, это то, что вам придется полежать в больнице. И это бывает очень редко, в 0,03% случаев. Многие люди думают, что... Однако, кроме того, что мы сравниваем процесс заболевания кори с тем, что мы сделали вакцину, есть еще один параметр, который нужно учитывать — это сама по себе вероятность заразиться корью. Очень часто кажется, что все эти болезни так далеко и настолько нас не касаются, что нет никакого смысла вакцинироваться, получить 10% шанс насыпать температуру. Это же неприятно, потому что, ну, где это кори? Когда вы ее встретите? Вы кто-нибудь видел кори вообще? К сожалению, это не так. Дело в том, что кроме индивидуального иммунитета существует групповой иммунитет. Что это такое? Групповой иммунитет похож на пение хором, и сейчас я расскажу, как именно. Представьте себе хор. Если в хоре поют все, то несколько человек может не петь, никто этого не заметит. Но если замолчало пол-хора, это всем заметно, это сразу слышно. И вот дело в том, что возбудители болезней, вирусы и бактерии, которые вызывают у нас заболевания, они не могут существовать сами по себе. Им обязательно нужен организм-домик, в котором они живут и размножаются. Жить внутри домика, внутри нашего организма вирусы и бактерии тоже не могут, потому что их либо убивает наш иммунитет, либо их убивают лекарства, если нам плохо, и мы пошли к врачу, либо в печальном случае погибает человек от заболевания. Поэтому возбудители как бы постоянно переезжают с человека на человека, с человека на человека, из домика в домик. Но знаете, как такие плохие туристы, которые пришли замусорили поляну, и они приехали на следующую. Тоже замусорили на следующую. Точно так же ведут себя вирусы и бактерии. Давайте посмотрим, красненький – это заболевший человек, и вы видите, что если он контактирует с людьми, у которых нет иммунитета, они представлены серыми кружочками, то вирусу есть куда переехать, вирусу или бактерии, любому возбудителю, и это распространяется дальше. Но если заболевший человек сталкивается с человеком, у которого есть иммунитет, с человеком, который либо переболел, либо вакцинирован голубым кружочком, то вирусу некуда переехать, чистой полянки нету, и он умирает. В хорошем сценарии он умирает вообще совсем. Например, сложно утверждать, что чего-то наверняка нет, но, например, случаев натуральной оспы, с которой началась вакцинация, первая вакцина, которая была изобретена, была изобретена от натуральной оспы, не регистрировали с 1977 года. Это долго. С 1977 года неизвестно ни одного случая натуральной оспы, поэтому не делают больше прививок от оспы, считается, что оспа побеждена. При этом нужно учитывать, что в любом обществе есть люди, которым прививки нельзя сделать. Дело в том, что нельзя делать прививки, во-первых, маленьким младенчикам, которые только-только родились, особенно если они родились с какими-то проблемами. Нельзя делать прививки людям, у которых есть аллергия на компоненты вакцины. Нельзя делать прививки людям с ослабленным иммунитетом, людям, которые перенесли трансплантацию, людям, которые перенесли химиотерапию. Всем им нельзя делать прививки. И таких людей в обществе не очень много. И люди с прививками, когда общество привито, то наш групповой иммунитет защищает таких людей, которым нельзя сделать прививку. Однако, если люди, которым можно сделать прививку, перестают их делать, то групповой иммунитет, уровень вакцинации в целом постепенно падает и падает и падает. И чем ниже он падает, тем больше риск заболеть для общества в целом. The Guardian сделал компьютерную симуляцию того, что происходит, когда сообщество с разным уровнем вакцинации контактирует с возбудителем кори. Из-за технических ограничений я не могу запустить собственную симуляцию, но я сделала видеозапись с экрана. И мы сейчас ее посмотрим. А если кому-то интересно, вы можете набрать в гугле The Guardian Measles и посмотреть симуляцию несколько раз, посмотреть на несколько разных, но равновероятных исходов. Итак, голубые кружочки тут сейчас будут. Это люди с иммунитетом, с прививкой. Желтые люди без прививки, которые в опасности. И красный человек – это тот, кто болеет корой. Давайте посмотрим. Вот видите, и тут указаны в процентах. Вот 10-процентный уровень вакцинации, 30-процентный, 50-процентный, 50-процентный, 58,5%, 68,9%. Может быть, не очень хорошо видно. И вот мы видим, как красный кружочек, видите, это контакт с больным корием, вот как он сталкивается с этими сообществами. Вот это уже во второй строчке мы видим сообщество с более высоким уровнем вакцинации, 74%, 83%, 86%, 99,7%. И видите, если эти практически мгновенные сообщества, в них практически мгновенно возникла эпидемия, то здесь она даже возникла не сразу. Она возникла, и если мы видим, что тут какие-то желтые кружочки, они остались незаболевшими. Тут тоже, в принципе, остались, но меньше. Вот эти вот три сообщества в этом прогоне симуляции, вообще в них не возникла эпидемия, но я должна сказать, что я гоняла ее много раз по кругу, и единственное сообщество, в котором эпидемии не возникают никогда, это сообщество, в котором уровень вакцинации 99,7%. В принципе, можно погуглить, для каждого заболевания существует вот этот вот предельный уровень, который нужен, чтобы групповой иммунитет работал, чтобы люди, которые не могут сделать прививку, были защищены. Другой пример — Нидерланды. Вот мы видим на второй картинке процент детей, прошедших вакцинацию, и темные области — это такие области, в которых уровень вакцинации меньше 80%. А на первой картинке мы видим количество заболевших корью, чем темнее красный цвет, тем больше было случаев кори. И мы видим, что эти области совпадают, что области с низким уровнем вакцинации и области, где было много случаев заболевания корью, они совпадают, потому что в этих областях не было группового иммунитета, и как только контакт с возбудителем произошел, возникла эпидемия. Таким образом видно, что существует своего рода круговая порука вакцинации, что это ответственность не только за себя, но и за сообщество, в котором мы живем и находимся. И из-за того, что существует групповой иммунитет, очень важно вакцинироваться, потому что это защищает людей, которые по каким-то причинам медицинского характера не могут сделать прививку. Спасибо за внимание. Можно ли делать прививки к людям с ВИЧ? Ничего об этом не знаю, к сожалению. Кажется, нет. Но, насколько я понимаю, в группу люди с иммунодефицитом попадают люди с ВИЧ. А можно ли как-то информативно еще формировать эту иммунологическую память о немоделении этого возбудителя? То есть, как же их медически модифицировать? То есть, сколько поколений проявляется из иммунитета вот этих новых болезней сложных? То есть, если сейчас мы провоцируем 50 лет, два поколения людей в коре, через 100 лет будет вожденный иммунитет. И если в муссе вакцины, чтобы можно было одну вакцию, я все болезну. Смотрите, то тип вакцины вводится ли в мертвый возбудитель или его фрагмент, связан с тем, как наш иммунитет на это реагирует. Все вакцины устроены по-разному. В некоторых случаях достаточно ввести фрагмент возбудителя. Так, например, устроена вакцина от гепатита. А в других случаях нужно вводить мертвый возбудитель или, например, ослабленный живой возбудитель. Так устроена вакцина от полиамелита. Там одна вакцина инактивированная с живым возбудителем, с мертвым возбудителем, и другая живая вакцина от полиамелита с ослабленным возбудителем. Разработки разные ведутся. Но не то, чтобы это было так просто, то есть выбор вводить живой возбудитель или мертвый возбудитель или ослабленный возбудитель, он связан не с тем, что так захотела фирма-производитель, а с тем, как наш иммунитет с этим взаимодействует, и я до конца даже не знаю, как это исследовать, к сожалению. А что касается мультивакцин, то, опять же, я не знаю, с чем это связано, но от некоторых заболеваний вводят моновакцины, как от гепатита, от некоторых заболеваний вводят действительно мультивакцины, например, всем известная вакцина АКДС, которая защищает, не нужно думать, что это какое-то универсальное лекарство. Вакцина означает просто, что в ней есть несколько мертвых возбудителей, не один, а сразу несколько. Вот как бы вакцина корк, краснух, апаратит, там сразу корк, краснух и апаратит. Вакцина АКДС, там сразу дифтерия, столбняк, оклюш и все. А что вы сказали про иммунитет, я не очень поняла. Можно ли вакцинировать, получить наслед иммунитет, который будет передаваться от матери к ребенку? Насколько я знаю, нельзя. Нет, на данный момент науке такой способ неизвестен. Всем известная вакцина против туберкулеза, почему ее нельзя мучить? Дело в том, что, во-первых, МАНТУ это не прививка. МАНТУ это проба. МАНТУ это анализ, который показывает, есть у вас палочка коха возбудитель туберкулеза или нет. Прививка от туберкулеза называется БЦЖ, и к МАНТУ она не имеет отношения. Когда мы делаем МАНТУ, мы проверяем, сработало ли БЦЖ. МАНТУ не защищает от туберкулеза. Во-вторых, мочить МАНТУ можно. Это миф, что мочить МАНТУ нельзя. Дело в том, что раньше от туберкулеза делалась так называемая проба ПИРКЕ, когда кожу царапали. И ее нельзя было мочить. С тех пор стали делать пробу МАНТУ, которые вводят под кожу. Ее мочить можно, но миф сохранился. МАНТУ не врач. Я не могу вам сказать, почему лично у вас так, но МАНТУ вообще не самое надежное пробование. Большое количество ложноположительных результатов. Это как-то, я не до конца знаю, как она работает, и не до конца знаю, почему она так плохо работает. Но это просто не очень надежный анализ. Просто не очень надежный анализ. Ладно, а можно так дальше вопрос про БЦЖ? Вы сказали нашим младенцам, что видео в БЦЖ делают на через один день, да, или через два? Да, да, я говорю, просто не все прививки можно делать сразу. Некоторые прививки делают только через три месяца после рождения, только через шесть месяцев после рождения, только через год и так далее. Нет, нет, кроме того, что есть выбор матери, просто некоторые прививки до 6 месяцев считается, что их небезопасно вводить. Не могу сказать, какие именно, но есть рекомендации. А как вы говорите про ослабленные организмы, да, которые прививки, а как их ослабляют? Что значит, что ослабленные организмы? Это значит, что с ними что-то сделают учёные, чтобы они, например, в случае с бактериями, их могут подвергать обработке антибиотикам, и тогда они умирают не все, но многие не могут быстро делиться, или вообще не могут делиться, но продолжают какую-то жизнедеятельность и так далее. Есть несколько способов, не знаю все. Вы согласно приказу, 9 год гипотита, он сделан в первый день, так сказать, рождения. Какое Ваше мнение по поводу этой прививки на этом сроке жизни? Но я считаю, что рекомендации ВОЗ проверены достаточным количеством новых исследований, чтобы им доверять. Чем присляется такая паника в боязни прививок, и даже целое движение по защите своих людей от прививок, я думаю, что это тем очень хорошо, да? Я думаю, что у нас об этом будет отдельная лекция, я надеюсь. Но просто дело в том, что людям вообще свойственна ксенофобия, и боязнь прививок – это частный случай боязни всего нового и непонятного. Многие люди боятся прививок, ГРО, химических веществ вообще, ядерных реакторов. Я не думаю, что есть какая-то специфическая причина для страха именно перед прививками, я думаю, что это часть ксенофобии в целом. А в каком случае смертности статистической, по каким причинам она возникает? Где-то слабо, это какие-то возденные бессмерты. Смерть, я говорю, если вы спрашиваете про смертность от кори, от кори умирают, потому что это тяжелая болезнь, которая приводит к тяжелым осложнениям, не всегда врачи могут их вылечить. Но от воспаления легких можно умереть, кори может привести к воспалению легких. От энцефалита можно умереть, люди умирают от него, кори может привести к энцефалиту и так далее. То есть, это состатистик около 3% от тех, кто просто не пережил театрские болезни? Да, да, те, кто не пережил заболевание кори. Скажите, пожалуйста, из-за вашего рассказа про вакцин следует, что надо в любом случае прибивать своего ребенка от абсолютно всего. Ну, просто насколько я от оголоски слышала, что при этом не делать вакцину, все-таки надо подумать, взвесить там все риски, потому что это действительно очень безопасно, прибивать, бежать, делать все прививки. Смотрите, я не призываю прибежать и слепо делать вообще все прививки, которые вам может предложить врач на участке. Я предлагаю вам изучить рекомендации ВОЗ, делать прививки, которые рекомендуют ВОЗ, предварительно консультируясь с лучшим иммунологом и делая анализ крови. Я своим ребенку всегда делаю анализ крови, чтобы посмотреть, что у него в данный момент все в порядке. Почему анализ крови? Потому что он показывает, что у него есть вирусная инфекция, но еще нет симптомов, анализ крови это покажет по таким причинам. Я думаю, что надо еще следить за вакцинами, насколько я знаю, что есть разные производители вакцин, и надо выбирать оптимальную. Да, следить стоит, как стоит следить за качеством всего, что вы пьете, или едите, или смотрите, или читаете, особенно читаете. То есть нет каких-то причин следить за вакцинами больше, чем вы следите за таблетками. Например, когда вы покупаете таблетки в аптеке, вы доверяете производителю? Это риторический вопрос. Я не вижу причин относиться к прививкам или к чему-то суперспецифическому. Я думаю, что проверяем, что все примерно один. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Первый касается того, какие системы прививочные в других странах. Скажут ли они на нашу прививочную систему? Просто задавали вопрос уже о том, что почему люди боятся прививок. Но я лично знаю одну женщину, у которой ребенок умер после прививки. Ну и, наверное, такие случаи очень редко, но все-таки они есть. И, в общем, вопрос в том, что идеальна ли наша система прививок, по крайней мере, в Украине. Есть ли какие-то аналоги за вакцинами? Ну, я хочу сказать, что по поводу смертельных случаев я хочу сказать, что я не хотела бы что-то об этом говорить. Но скажу только, что после не значит вследствие. И обычно, ну, те случаи, о которых я читала в интернете и которые я пыталась разобрать, у них не было подтверждения, что смертельность купила именно вследствие прививки, а не просто после нее. Что касается систем в разных странах, то да, они отличаются. Я не знаю конкретики, знаю, что рекомендации в разных странах тоже контролируются ВОЗ, и что они связаны с эпидемиологической обстановкой в этих странах. Но так, например, я знаю, что в Великобритании не делают прививку ВЦЖ, потому что у них нет эпидемии дуберкулезда. Но если ваши родители выходцы из стран СНГ, и вы приехали в Великобританию, тогда вашему ребенку рекомендуют все-таки сделать ВЦЖ. То есть, да, когда системы вакцинации отличаются, это связано с локальными особенностями. И можно еще один вопрос? Да, да. У нас тут с вами была вопроса, но у них еще одна звонит. О том, если делают прививку от туберкулеза, то зачем каждый год делать туберкулезу? Дело в том, что прививка от туберкулеза не дает 100% гарантии не заболеть туберкулезом. Эта прививка, у нее эффективность не 100% и даже не 90%. Она все равно уменьшает ваши шансы заболеть. И что самое важное в этой прививке, она уменьшает ваши шансы заболеть тяжелой формой туберкулеза, таких как туберкулез кости или туберкулез мозга. Но от обычного туберкулеза она не дает 100% защиты, поэтому все равно есть какой-то риск, что вы ее подхватите. У привитых людей по статистике заболевание протекает легче, чем у непривитых, но флюорографию делать нужно, потому что эпидемия есть и риск есть. Интересно, зачем вирусам и бактериям приносить вред своему носителю? Ну, как вам сказать, паразиты так устроены, что они приносят вред своему носителю. Они вот просто в ходе эволюции так легли карты, что у них получился такой способ существования. У разных организмов разные типы потребления энергии. Бывают симбиотические организмы, а бывают паразитические организмы. Бактерии, с которыми мы живем в дружбе и мире, это наши бактерии-симбионты. А бактерии, которые вызывают у нас заболевание, это бактерии-паразиты. То же самое касается вирусов. Вы знаете, я не знаю точно, как происходит процесс прямо сейчас. В истории были разные случаи, в том числе случаи, когда вакцинировали людей вакциной. И последствия, которые стали ясны только после вакцинации, она считалась безопасной. Но когда ее стали применять, выяснилось, что она небезопасна. Старая вакцина от полиамилита, она больше не применяется. Но сейчас наука шагнула далеко вперед по сравнению с 50-ми годами прошлого века. И сейчас вакцины проверяются очень надежно. И не нужно бояться повторения. Я не знаю точно, не буду говорить, чтобы не соврать случайно. Я думаю, вы можете посмотреть в Википедии. Еще вопросы? Что касается сезонных периодов, того же битвенов, есть смысл делать вам каждый год и так далее? Не могу ответить на этот вопрос, потому что я не врач. Слышала рекомендации врачей делать только в случаях, если вы относитесь к группе риска. Но, возможно, другие врачи рекомендуют что-нибудь другое. Спасибо. Спасибо.